Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я рада приветствовать вас на своем канале. Всем, кто говорит мне постоянно, что давно не было кривых эфиров, эти ролики посвящаются. Скорее всего, будет два ролика. Боюсь отключения телефона. В первой соберу вопросы. Их немного по рукоделию. А во второй части вопросы, которые к рукоделию не имеют отношения. Так, во всяком случае, планирую. Давайте попробуем. Значит, вопросы по рукоделию. Задала мне их не одна, а две девочки. И несколько вопросов было от них. Как-то они были, кружили вот вокруг пряжи. И вот его отношение к этой пряже. Я вопросы выписала. И когда установила телефон, а устанавливается он у меня очень интересно, только чтобы так установила, поняла, что не знаю, куда я выписала, не найду эту бумажку, куда выписала. Я их помню, потому что передо мной лежат кофточки, на которые, ответ на которые, в общем-то, отражает ваши вопросы. Поэтому буду не слово в слово ваши вопросы формулировать, а своими словами. Но суть останется эта. Значит, когда довяжете розовую кофточку? Ну, вопросы подобного типа я не очень, правда, понимаю, потому что я не ставлю себе срок вязания. Стоит мне поставить сроки вязания, так никогда они не будут выполнены. Последний раз, наверное, я оставила себе срок это связать платок. К определенному дню, дни рождения подруги, я не успела. Поэтому это уже работает у меня испокон веков, не ставлю сроки. Поэтому, когда я свяжу розовую кофточку, я понятия не имею. И на каком этапе она сейчас, вы спросили, я вам сейчас покажу. Но абсолютно все этапы я выкладываю. Значит, я связала один рукавочек. Остался еще один. Обожаю этот цвет пыльной розы. Я вот как свяжу, так и выложу. Больше уже поэтапно не буду. Меня еще спрашивали, будет на рукавочке косичка, которая сбоку. Не будет. Нет, на рукавочке будет кое-что другое. Так, значит, то есть, когда вы свяжете это, когда свяжете это, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я понятия не имею. Вот она, как в каком этапе. Все покажу, когда будет готово. Дальше вы спросили про зеленую кофточку. Давайте так. Некоторые понимают, о чем речь, да? Кто со мной давно. Кому-то, может быть, непонятно, о каких вещах мы говорим. Вот если я сейчас... Зеленую сказала? Черную. У меня в голове немножко сумбур. Если сейчас буду говорить про черную кофточку с пуговицами, значит, под этим роликом будет ссылка на тот ролик, где я в этой кофточке нахожусь. Или где я об этой кофточке говорю, одной из двух. Скорее всего, нахожусь. Я, мне кажется, во всех была откуда-то. Ведь вы это видели. Значит, вы спросили. Знаете, кардиган, джемпер, кофта. Тут внимания не обращайте. Мне все равно. Как вы пришиваете, какими ниточками вы пришиваете пуговицы? Тем или ниточками, которые вяжете, или другими? Вот, знаете, иногда вы задаете вопросы, над которыми я вот как... Ну, я не знаю, не парилась так. Вот приходите мне сейчас смотреть, да мне без разницы. Какая под рукой? Лишь бы там, хотел сказать, не красный, не зеленый. А почему бы и нет? Может быть. Я люблю пришивать, конечно, той ниточкой, с которой я вяжу. Но если так получается, что иголочка не лезет в дырочку пуговичную, та иголочка, которую нужно пришивать, я беру другую нитку. Поэтому я могла спокойно, вот, по-моему, она и с бисерной связана, ну, синтетика какая-то, пришить. Но здесь дырочки довольно-таки маловаты, поэтому мне пришлось взять просто черную ниточку. Вот для меня никакой разницы не имеет, какими нитками пришивать. Никакой, абсолютно. И как себя ведет синтетика все-таки не высший класс. Я говорю, нужно, если есть возможность, вяжите ниточками поблагороднее, безусловно. Ведь самая главная идея, а пряжа, которой вы пользуетесь, это ваша пряжа. У меня такая, у вас такая. Нормально она себя ведет. Вот я все еще, это самое, буковушки у рукава, чтобы показать. Ага, на черном цвете. Ну, знаете, не столько много катышков, чтобы их пугаться. Если бы я носила, наверное, одну кофту сто лет, сто ночей подряд, там о чем-то можно было говорить. А так как у меня такой круговорот кофт в природе, я сегодня одну одену, завтра другую, но выпадает на кофточку не так уж много дней, да, в неделю или в месяц. И если я планирую ее завтра одеть, к примеру, на работу, да, у меня уже закон джунглей, я обязательно все пересмотрю. И обувь приготовлю, там, кремцем, маслицем помажу, я обязательно кофточку посмотрю. Особенно меня сейчас вот бегоневое пальто к этому приучила, потому что там катышков много. И я просто быстренько это все убираю и абсолютно по этому поводу не парюсь. Если вдруг какая-то пряжа, ну, не дает мне этих катышков, я благодарна внутри. А так, чтобы вот прям париться, по этому поводу нет. Поэтому нитки, если я задумала в цвет, лишь бы они были в цвет, если я задумала не в цвет, значит, они будут контрастные. А какие они будут? Ну, без разницы. У меня абсолютно без разницы. Да, и вопрос-то по этой кофте был. Пуговицы со спины, они несут декоративную функцию или застегиваются? Ну, я не знаю, у меня здесь не застегиваются даже спереда. Пуговицы, даже которые спереди, они не застегиваются. Они несут декоративную функцию, программу к небу изначально. Ну, аж на спине тем более. Конечно, тут... Нет, можно, конечно, заморочиться, да. Верхняя часть пристегивается к нижней. Нет. Мой фонтан творчества пока до этого не дошел, но идея хорошая. Не-не-не, пуговицы несут исключительно декоративную функцию. Значит, все ругают, что кавказской пряжи, вы пишете, катышки дает. У вас замечательные... замечательные пончи. Типа у кавказской... все пишут, что у кавказской пряжи сначала идут катышки, а потом они сходят на нет. Через сколько лет, типа, носки они сошли на нет. Вы знаете, ну вот пончи, про который вы говорите, про который идет речь, я вообще не помню, может быть, вот в самом начале носки. Она как кавказская пушица, ну не знаю, там пушица, не пушица, не видно? Не видно. Не давала мне катышков это изделие изначально. Вот с кавказской пряжей иногда везет, иногда не очень. Вот мне с этим действительно повезло. Лет сто лет тоже носите обязательно. Каждую осень, каждую весну я выгуливаю, это даже говорить нечего. Но сказать, что каких-то катышек я помню. Не помню. Но их нет, я не знаю. Вот если я говорю, на Вегоневом пальто они есть, то есть. Здесь нет. Я не могу ответить на этот вопрос, через сколько лет эти катышки сошли на нет, я не помню, чтобы здесь были катышки. Может быть, на первый год только, может быть, так, не знаю. Нет, их просто нет. Такая разлетачка хорошая. Ну и про пальто вы спросили. Девчонки, у меня некоторые вопросы просто ставят в тупик. Ну я же не буду разворачивать, да, Вегоневое пальто. Есть ролик, где я в нем... Да, вот, кстати, цвет натуральный. А то в ночи-то я была, там цвет был страшненький. Вот он. Вы спрашиваете, а вот почему коричневые ниточки обвязали, а можно ли светлые? Чонки, я теряюсь при таких вопросах. Но если вам нужно мое разрешение, вот именно мое, разрешаю. Можно светлые. Я вам больше скажу, я бы зеленые обвязала, да? И сербурмалиновые в крапинку. Но ведь это ваше пальто. Вы посмотрите, с чем, как, куда, как носить. И от этого пляшите, от этого идите. Я вообще руководствовалась. Я посмотрела, пряжа у меня тоненькая, а мне нужна толстенькая. То есть толстенькая была только коричневая. Она очень хорошо подходила. Тем более, как-то слилось воедино пуговички, да? Вы помните, что пуговички у меня и здесь, и в разрезах. Вот разрез, я же не буду разворачивать. Вот, тоже пуговицы сбоку у разрезов. Поэтому и сами застежки. А уже потом, когда сошлась и пряжа, чтобы не покупать новую, светленькая, тоже было бы красиво. И когда сошлось воедино и пряжа, и пуговицы, я стала просто еще смотреть, что как подтягивает какие-то коричневые войска. Тоже нашла старенькую сумочку. Она мне коричневая. Я не знаю, цвет передается, не передается. Очень нравится. Она тоже очень подходит по цвету вот к этому всему. И, как бы, понимаете, было бы здесь беленькое, я бы подтягивала какие-то белые войска, я смотрела, да, что и как. Что это было, не знаю, может быть, какой-то платочек, может быть, какой-то шарфик. Вот вопрос, можно ли такой цвет, тем более, вы пишите, извините, да, мы только в начале там творческого пути, может быть, что-то как-то. Девочки, если вы в начале своего творческого пути, то тем более, запомните одно. В творчестве можно все. Абсолютно все. Можно один рукав коричневый, один белый, третий, там, если был бы зеленый. Позвольте себе в творчестве все, вот полный распояс, и тогда оно действительно будет творчеством. Творчеством, которое не найдешь ни в одних учебниках, ни в одних книгах. И тогда вещь получится такая, что будет шею сворачивать, когда смотреть вам там и вслед, да и не вслед, даже в глаза. Можно это, можно то, можно. Если не сказать нужно. Вот все, что хочется, все, что идет как-то от души, от сердца, можно. Можно все. Позвольте себе абсолютно все. И самое главное, не париться по поводу того, что вы себе разрешили. Вот это будет, наверное, самым главным. Да, и забыла еще не последнее пробивание пальто. Про кофточку, которая сейчас на мне. Значит, вы просмотрели ролик. Опять же, ссылку я на него оставлю. И спросили, ну неужели правда Каролина не хрустит? Потому что я связалась с синтетикой Каролины. Потому что та пряжа, которая сейчас есть, она хрустит. Я на игрушке покупала, вот у меня подруга живет в районе, я очень часто покупаю ей пряжу. Три цвета Каролины. Из них один хрустел неимоверно, а два других цвета в одном магазине по одной цене. Не хрустили совершенно. И это кофточки. Я не могу сказать, как вот это показать, как это доказать. Она мягкая, да, она синтетика. Я ничего здесь не могу, извините, поделать. Но она не хрустит. Это еще Каролина 20-летней давности. Она совершенно не хрустит. Я вряд ли бы связала кофточку из хрустящей. Синтетики вяжу всегда, но хрустящие вещи мы как-то соединяли с мамой. С шерстью, еще с чем-то пускали на носочки для крепости. Но кофточку вряд ли. Не хрустит. Вот та 20-летняя Каролина не хрустит. Сегодняшнее нужно поискать. Потому что она есть как хрустящая, так и нет. И потом вы сказали, что вам очень понравился вариант, когда я пуговицами... Ну, я там изгалялась над этой кофтой. Я, опять же говорю, ссылку оставлю. Вы сказали, что гораздо лучше понравилась пуговица назад. Я вам больше скажу. Я вот после этого ролика, когда покрутилась, повертелась, да, сразу прошила пуговицы, потому что они у меня расстегиваются. Как-то там с отнести рамочки с пуговицами мне не удалось. До такой степени, чтобы было здорово. И сама с тех пор ношу исключительно пуговицами сзади, назад. Вот. И еще одна женщина спросила, Татьяна, вышиваете ли вы иконы? Это тоже, если взять творческие. И какие иконы вы вышили? У меня есть ролик по иконам. И там же вы спрашиваете, можно ли лик вышивать или нет крестиком. Я тоже отвечала на этот вопрос. Уже, наверное, не раз. Оставлю ссылочки на эти ролики. И какие у меня иконы есть. И что я думаю по поводу того, можно вышивать лиг или нет. Но, судя по тому, что у меня есть иконы как крестиком, так и бисером, в моем понимании можно. Так. Вопросы про пряжу и творчество вроде закончились. Остались несколько вопросов не относящиеся. А у меня вот уже больше 10 минут. Я боюсь, что я отключусь. Итак. Все, кто на вторую часть не пойдет, спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо, что были со мной. Огромное-огромное всем спасибо. А я сейчас прям буду записывать вторую часть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо.